всем привет я наконец добрался до рассказа о своем фрезерном приспособлении для школьного токарного станка TV7M данное приспособление изначально у меня задумывалось как база для нарезания зубьев на паре шестеренок но раз уж такое дело, то решил сделать полноценное фрезерное приспособление и небольшую приставку для нарезания зубьев речь о последней пойдет чуть позже, а собственно саму приставку вы можете лицезарить состоит она из основной части и вспомогательной части плиты, на которой закреплены тиски также есть вспомогательные элементы в виде шайбы проставочной крепежных винтов, гайки для крепежа малой продольной подачи и ответных маленьких гаек шпильки для крепления каретки у меня вварены в плиту тиски крепятся на винтах, соответственно можно насверлить много отверстий и крепить тиски на любой удобной высоте эта часть сварена из листового металла восьмерки и десятки базой послужили довольно известные чертежи, их несложно найти в интернете высота центров немного больше, соответственно чертеж потребовал корректировки также есть направляющая, вообще собирался ее приварить, но пока она у меня прикручена и никаких проблем с этим не возникает пластина крепится на двух винтах, которые вставлены в Т-пазы соответственно направление можно менять и четырех винтах вспомогательных с задней стороне поперечной подачи тиски здесь вещь совершенно необязательная, их можно снять и использовать эту плиту как установочную либо как переходную для еще каких-либо креплений или изделий конструкция гайки схожа с гайкой резцидержки нарезана резьба М14 шаг 2 поверхность здесь изготовлена из восьмерки раскосены и поверхность для тисков для малой продольной из десятки шайба изготовлена из листового металла итак, так получилось что фрезерные работы на данный момент у меня никакой не запланировано но есть работа с вот такими уголками, которые не назвать фрезерными, но они сверлильные а поскольку сверлильного станка отдельного у меня нет, буду выполнять это в моей фрезерной приставке в отверстия будут вставляться вал с подшипниками, поэтому здесь желательно выполнить их сверление поточнее специально для этого я прикупил новое сверло диаметр сверления у меня будет 16 мм по ходу монтажа видео вставлю фрагменты из предыдущих моих фрезеровок фрезеровал я довольно таки немало, снимал при этом редко я думаю в качестве примера в короткие фрагменты видео вам будут полезны самый интересный момент это время, за которое можно переустановить все это дело на станок честно говоря, пока я делал эту приставку, я думал, что время будет уходить намного больше в принципе все это делается буквально за 5 минут для тех, кто еще не догадался, как все это работает, напишу в двух словах резцедержка снимается, малая продольная снимается, но далеко не убирается она будет использоваться для вертикальной подачи стола также здесь закручены 4 винта, как пробки, для того, чтобы не забивалась резьба соответственно, нам понадобятся 2 Т-болта каретки и 4 винта, которые вы у меня видели на столе атак 17 сантиметр сушенка 2 минута 2 минута 2 минута 1 минуты 1 минута Вот на этом моменте стоит обратить внимание, что крепежные винты туго затягивать нельзя, так как несмотря на неплохую привалочную плоскость базы этой детали, при затягивании стягивается чугунное основание поперечной подачи и соответственно ее поперечный ход напрочь блокируется. Я думаю это проявляется общий недостаток жесткости всех станков ТВ. Для последующего облегчения попадания винтов малопродольной я соберу последующий блок целиком. И как бы так я делал впервые, пока что мне это уже нравится. Получилось значительно быстрее. Теперь остается только смонтировать все это на место и притянуть гайкой. С одной стороны возможность вот такого поворота дает большие плюсы, с другой нужно каждый раз подбирать, устанавливать этот угол. По мне так это не проблема. Еще немного. Вот так будет в самый раз. Все, фрезерное приспособление установлено. Также хочу обратить внимание вот на эту ящицу. Для тех, кто это внимание уже обратил, молодцы. А остальным скажу, что это крайне полезная вещь, особенно при фрезеровании. Таким образом поджимается один из нижних прижимов и блокируется, дополнительно блокируется передвижение продольной подачи. Без этой штуки фрезеровать было крайне сложно. Так что я вам также крайне рекомендую. В принципе полезная вещь при обычной работе на станке. Выглядит он довольно просто. Этот рычажок можно наварить прямо на болт. В данном случае я выточил полностью цельный вот этот элемент. То есть болт с двумя головками и наварил просто проволоку. Подогнул, подрезал по месту. Конструкция может быть разнообразной. Суть важна суть. Вот так эта конструкция выглядит сбоку. Я считаю, что абсолютно ничего сложного здесь нет. Делалась данная конструкция опираясь на чертежи и на фактические размеры установочных отверстий и размеры суппорта данного конкретного станка. Так все это работает. Видите как туго начал крутиться поперечная подача. Хотя винты я не подтягивал. Используя малую продольную подачу мы получаем третью ось, которой так не хватает на токарном станке для фазирования. Тиски в данном случае у меня сотые, что я бы сказал даже излишне, избыточное для данного станка. В качестве примера могу показать вот такой резец. Он был отфрезерован на данном станке. Получилось, на мой взгляд, очень даже неплохо с учетом моей неопытности. И это в принципе была первая работа по фрезеровке. Срезанные детали от этого резца. Вот такая поверхность получилась. Эту поверхность я изначально срезал отрезной фрезой, потом пытался проходить торцевой. Раз было выполнено несколько проходов, соответственно получились дорожки. Дорожки такие, что пальцем фактически незаметно. Давайте уже наконец зажмем деталь и выполним ее сверление. Уголок я упер в заднюю относительно ровную базовую поверхность. Примерно выставляю центр. Как я уже говорил, основное сверло будет на 16. Изначально просверлю более маленьким, более тонким. Сверло установлено. Теперь можно подвести деталь более точно. «Парник» «Звучит» «Возвучит» «Звучит» «Возвучит» «Звучит» «Ижает». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...